Прежде чем мы начнем, позвольте мне поговорить с вами о стратегии победителей. Вы никогда не задумывались над тем, почему одни люди, за что бы они ни брались, у них все получается, и они всегда достигают своей цели. Их называют победителями, а другие, что бы они ни делали, у них ничего не получается, вечно какие-то проблемы, их называют неудачниками. И самое интересное, что у каждого из них одинаковые возможности и вроде бы одинаковые способности, но результат разный. Почему? Все дело в отношении к тому, что они делают. У победителей есть четкая цель, они на ней сфокусированы, ставят задачи, ищут решение этой задачи и действуют. Неудачники же варятся в собственных проблемах, ищут не пути решения задач, а оправдания своим неудачам. И я уверена, что каждый из вас хочет быть победителем, а не неудачником. Значит, надо развить в себе определенные навыки. Какие? Сейчас разберемся. Позвольте вас спросить, вы любите сказки? Помните, сказка ложь, но в ней намек добрым молодцам урок. Я очень люблю книги Терри Гуд Крайнта «Правила волшебника». Главный герой обладает даром великого волшебника, но не умеет им пользоваться. И этот дар появляется в нем только в тот момент, когда он должен делать выбор. И еще я очень люблю выражение, оно является для меня девизом. Успех – это не дело случая, а твой собственный выбор. Победители никогда не стоят на распутье. Они делают выбор и идут к своей цели. Поэтому первое, что вы должны сделать, это сделать выбор, какой жизнью вы хотите жить и упорно двигаться к своей цели. И еще в этой книге одно из правил волшебника гласит «Будь достоин своей победы». Если вы думаете, что победителям все достается легко, то вы ошибаетесь. Сейчас мы с вами начинаем раскручивать свой бренд. Возможно, вы думаете, что уже завтра вы станете миллионерами. Я хочу быть с вами честной, это не так. Вы все в курсе, чтобы ребеночек родился, его надо сначала зачать, потом вырастить, дать образование, выпустить в мир. И сейчас у нас с вами идет процесс зачатия ребеночка, вашего блога, который поможет раскрутить ваш бренд. Потом этот блог надо будет вырастить, наполнить его ценным материалом. И только потом пойдет раскрутка и притяжение вашей целевой аудитории. Многие курсанты наших прошлых наборов меня спрашивали, а когда будет второй семестр? Ну, после первого будет второй, но второй семестр – это работа уже с наполненным блогом. А если там ничего нет, а что делать во втором семестре? И еще я люблю одно выражение. Успех – это не дело случая, а ряд преодоленных неудач. Только пройдя через трудности, через уроки проб и ошибок, можно достичь успеха. Надо верить в себя, быть преданным своей мечте и упрямо идти к своей цели. И сейчас я хочу вам показать видео, которое сделал Андрей Гавришин об истории Сильвестр Сталлоне. Сильвестр Сталлоне. Рокки. Я бы даже сказал историю о Рокке. Сильвестр Сталлоне – мой друг. И я сейчас хочу рассказать историю Рокки. Я встретил его несколько лет назад. Мы с ним обедали. И я спросил его, знаешь, так много мифов ходит о тебе. И я не знаю, что из всего этого правда. И он сказал, что он знал, кем он хочет быть с раннего детства. Он хотел быть актером. Точка. Для него это было не то, что он сам мог вырваться. А он хотел выдушевлять людей. И между прочим, большинство его фильмов выдушевляют людей. И говорят, что вы способны преодолеть обстоятельства. Потому что он чувствовал, что всю свою жизнь он делал это. Когда он рождался, его вытаскивали щипцами. Вот почему он так выглядит. И вот почему он так говорит. И он говорит, я очень хотел сниматься в кино. Я знал, почему я хотел это делать. И я не собирался заниматься чем-то еще. Они посмотрели на меня и сказали, Эй, ты выглядишь глупо. Иди займись чем-нибудь другим. Да-да-да-да, так говори. Для тебя нет места в этой профессии. Ты никогда не будешь звездой в кино. Ты ненормальный. Никто не захочет слушать кого-то, кто выглядит глупо. И говорит через одну сторону рта. И он получал отказ за отказом. Отказ за отказом. Отказ за отказом. Он говорит, что меня выгоняли из агентств Нью-Йорка 1500 раз. Я говорю, слушай, в Нью-Йорке нет 1500 агентств? Он говорит, я знаю. Я был в каждом по 5, 6, 7, 8, 9 раз. Я приходил и ждал главного парня из агентства. А он, видя, что я там сижу, уходил в 4 часа. А я оставался и ждал всю ночь до утра. И когда он пришел, я там сидел. Вот как я получил свою первую работу. Парень сказал, пойдем со мной. И я снялся в своем первом кино. Я говорю, я думал, первым фильмом был Рокки. Он говорит, нет, были другие фильмы, о которых ты никогда не слышал. Моя роль длилась 20 секунд. Я играл парня, которого избили. И он снялся в трех подобных фильмах. И все, что он получал, отказ за отказом, отказ за отказом. И в конце концов он понял, что это не работает. Поэтому он изменил свой подход. Он говорит, я голодал, между прочим. Я не мог заплатить даже за обогрев своей квартиры. Моя жена кричала на меня каждый день, чтобы я нашел себе работу. А почему ты не нашел себе работу? Он ответил, потому что я знал, что если я найду работу, я успокоюсь. Я потеряю свой голод. Я знал, что единственное, как я могу сделать это, это единственный шанс. Это сжечь все мосты. Потому что если я устроюсь на обычную работу, я попаду в ловушку. И буду чувствовать себя хорошо в отношении своей жены. И моя мечта будет постепенно исчезать. Я хотел сохранить свой голод. Голод – это единственная вещь, которая, как я думал, дает мне преимущество. Моя жена всего этого не понимала. Мы продолжали ссориться. И он говорит, мы замерзали. Я был разорен, у меня не было денег. Он говорит, однажды я пошел в публичную библиотеку. Только потому, что там было тепло. Я зашел в Нью-Йоркскую библиотеку. Я сел, и кто-то там оставил на столе книжку. Я начал читать эту книжку. И это была книжка «История Эдгара По». Я сказал, я ничего не знаю об Эдгаре По. И он мне на протяжении 20 минут рассказывал все об Эдгаре По. Он знал все об Эдгаре По. Как он умер, чем он занимался, что в действительности произошло. Я спросил, а что По сделал для тебя? По убрал мое внимание с меня самого. Он заставил меня задуматься, как я могу затронуть других людей и не беспокоиться о самом себе так много. И он говорит, я подумал, может быть мне стать писателем? Просто представьте себе, Рокки писатель. Он говорит, я попытался написать несколько сценариев. Ничего не получалось. Ничего не получалось. Ничего не получалось. Я был полностью разорен. У меня не было даже 50 долларов. Но в конце концов я продал один сценарий. «Райская аллея». Это фильм, в котором я снялся много лет спустя. Но я продал его и продал его за 100 долларов. 100 долларов – это было для меня много денег. Я был так взволнован. Я на правильном пути. И я продолжал и продолжал и продолжал. И в конце концов я был настолько разорен, что я продал драгоценности своей жены. Есть такие вещи в жизни, которые вам никогда не нужно делать. И фактически это было концом наших отношений. Она меня сильно ненавидела. Мы были полностью разорены. У нас не было еды. У нас не было денег. Больше всего в жизни я любил свою собаку. Я любил свою собаку, потому что она любила меня без условий. Не то, что моя жена. Но мы были настолько разорены, что мне даже нечем было кормить собаку. Поэтому я пошел в зоомагазин в самый плохой день в своей жизни. Я стоял снаружи магазина, продавая свою собаку. Я пытался продать его за 50 долларов. И в конце концов один парень согласился купить моего лучшего друга жизни за 25 долларов. Он говорит, Я уходил и плакал. Это самое худшее, что случалось со мной в жизни. Две недели спустя я смотрел бой между Мухаммедом Али и Чаком Вепнером. Этот белый парень истекал кровью, но продолжал наступать. И он говорит, Мне пришла в голову идея. Он говорит, Я закончил смотреть бой и начал писать. Я писал 20 часов подряд. Я написал весь сценарий за 20 часов. Посмотрел бой и написал сценарий. Полный сценарий. Все. Сделано. Он говорит, Меня в конце трясло. Настолько я был воодушевлен. Я точно знал. Я знал, что я хочу. Я знал, почему я этого хочу. Я сразу начал действовать. И когда я попытался продать сценарий агентам, они читали и говорили, Это предсказуемо. Это глупо. Бла-бла-бла. Бла-бла-бла. Я записал все, что они сказали. И зачитал это в день, когда мы получали Оскара. Отличный реванш. Огромного успеха. И то, что произошло дальше, я пытался и пытался и пытался продать сценарий. Голодный, разоренный. И в конце концов я нашел ребят, которые прочитали и поверили в мой сценарий. Им он понравился. И они предложили мне 125 тысяч долларов. Я говорю, ничего себе, ты, наверное, обалдел. Да, это так. Но я сказал этим ребятам, есть одна вещь. Я хочу играть главную роль в этом фильме. Они сказали, ты же писатель. Он говорит, нет, я актер. Нет, ты писатель. Нет, я актер. Он говорит, это моя история. И я, Рокки. И я должен играть эту роль. Я должен быть этим человеком. Я должен играть эту роль. Они говорят, ни в коем случае. Мы не собираемся вкладывать деньги в кого-то без имени. Нам нужна звезда. И они хотели, чтобы Рокки сыграл Райан О'Нил. Вот его фотография. Можете себе представить? Он говорит, ни в коем случае. Райан не должен играть Рокки. Я Рокки. Они сказали, забери деньги и уходи. Он сказал, раз так, я не оставлю свой сценарий. У него не было ни цента. Полностью разорен. Ему предложили 125 тысяч долларов. Больше, чем он заработал за всю свою жизнь. Он забрал сценарий и ушел. Потому что он знал настоящую причину. Они позвонили ему через неделю и предложили ему четверть миллиона долларов, если он не будет играть в этом фильме. Он отказался. И они предложили ему 350 тысяч долларов. Им очень понравился сценарий. Он сказал, нет. И тогда они ему дали 35 тысяч долларов и главную роль. Они сказали, если что-нибудь произойдет, ты будешь лести расходы вместе с нами. Они затратили миллион долларов, чтобы снять Рокки и получили 2,5 миллиона долларов. Я его спросил, а что ты сделал с 35 тысячами долларов? Это, конечно, не четверть миллиона, но это огромные деньги для кого-то, у кого в кармане 25 долларов. Так что ты сделал? Устроил вечеринку или что? Он сказал, я пошел к зоомагазину и стоял там три дня, пытаясь встретить того парня, которому продал собаку. Я хотел выкупить у него свою собаку. Я спрашиваю, что произошло? Он говорит, на третий день я увидел этого парня. Я увидел, что он идет. Я не мог поверить своим глазам. Я подошел к нему и спросил, вы меня помните? Я тот парень, который продал вам собаку. Послушайте, я тогда был полностью разорен. Я голодал. И поэтому я продал вам своего лучшего друга. Я дам вам 100 долларов за него. Человек сказал, нет, собака моя и я не собираюсь ее продавать. Он сказал, я дам тебе 500 долларов за собаку. Парень сказал, нет. Я дам тебе 1000 долларов. Нет. В итоге я предпринял огромное усилие, чтобы вернуть свою собаку. Я спросил, и что тебе это стоило? 15 тысяч долларов и роль для этого парня в фильме Рокки. Вы помните собаку в фильме Рокки? Это и есть эта собака. Он заплатил парню 15 тысяч долларов и сделал так, чтобы ему дали роль и сняли собаку. Это не просто круто. Это удивительно. Каждый раз, когда я показываю это видео на вебинаре, у меня прям мурашки по коже. Вы видите, что когда человек сделал выбор, и он хочет добиться своей цели, вы видите, какая история. Ну, все человек потерял, но не отступился от своей цели, и все равно ее добился, и тогда он становится победителем. И еще вы можете зайти на сайт к Валентине Борисовой и прочитать истории великих спортсменов, олимпийских чемпионов. Какие трудности они преодолели, чтобы добиться своей цели. Поймите, в каждом из вас есть волшебный дар. Но чтобы им воспользоваться, надо сделать выбор и действовать. На одном из своих вебинаров я говорила, что во многих людях страх потерпеть неудачу сильнее желания достичь успеха. Мне одна курсантка на блоге написала, что она теперь поняла, именно это ей мешало действовать. Не бойтесь делать ошибки. На ошибках учиться, помните? Главное – делать правильные выводы из своих ошибок и двигаться дальше к своей цели. Позвольте мне вам задать еще один вопрос. Кто любит читать? Поставьте, пожалуйста, троечки. Вот я очень люблю читать. Не только хорошие книги и полезную мне информацию. Я очень люблю читать свою почту. Я захожу на почту 2-3 раза в день и каждый раз читаю новые сообщения. Ну, во-первых, у меня есть много подписок на нужные мне ресурсы. Я внимательно слежу за новостями, которые происходят в моей теме. Сразу их изучаю и тут же применяю на практике. Во-вторых, особенно мне нравятся сообщения, в которых написано «Вам начислены комиссионные». Хотите ли вы тоже каждый день получать сообщения «Вам начислены комиссионные»? Поставьте пятерочки, пожалуйста. Но для этого надо максимально автоматизировать ваш бизнес. И это то, чем мы сейчас с вами и займемся. Мы даем вам пошаговую систему. И сейчас пошагово строим плацдарм для приема бесконечного потока ваших будущих кандидатов. Надо подготовиться очень тщательно. И ваша первая цель – это притянуть читателей на ваш блог, но не всех, а вашу целевую аудиторию. И вторая цель – сделать их постоянными читателями и подписчиками на ваши новости, для того, чтобы потом перевести их в разряд ваших партнеров или ваших клиентов. Хочу вам напомнить, как вам работать с материалом, который мы вам даем. Конечно, обязательно должна быть внимательность и концентрация на том, что вы делаете. И определенная последовательность действий. Вот вы сейчас работаете со мной на вебинаре. Очень серьезно работаете на вебинаре, потому что здесь я вам даю важнейшие советы. Потом следующее ваше действие. Вы получаете письмо с домашним заданием, внимательно читаете письмо со всеми инструкциями. Первый раз просто смотрите ролик, потом вы смотрите домашнее задание. Помните, я вам говорила, что вы должны сделать. И после того, как вы домашнее задание, все пункты, которые вам нужно сделать, просмотрели, уже начинаете пошагово смотреть ролики в домашнем задании. Смотрите одно действие, останавливаете, повторяете это действие. Если надо, смотрите это действие еще раз. И потом, когда вы все это проделали, начинаете подробно-подробно отвечать на домашнее задание по всем пунктам. И обращать внимание, если вы что-то не доделали или сделали неправильно, когда вы отчитываетесь по домашнему заданию, и быстренько все поправить. Мы вам пришлем рецензии. У нас будут рецензии для вас на ваши истории. И у нас будут рецензии для вас по дизайну блогов. Еще раз напоминаю, на e-mail не присылайте никакие вопросы. Никто вам не будет отвечать здесь на вопросы, потому что для вопросов у нас есть оперативный чат. Или вы обращаетесь к своим модераторам непосредственно. Если вы сейчас делаете заказы по шапкам, по книжкам, изменения по заказам вы отправляете в службу поддержки. На прошлом вебинаре я вам показывала, на какой e-mail. И в службу поддержки есть у вас на каталоге шапок в меню. И там можно взять этот e-mail. И на каталоге книг. И еще одну важную вещь я хочу вам напомнить. Делайте не для галочки, делайте для себя. Не просто вот лишь бы отчитались по домашнему заданию. Нам это не нужно. Нам это нужно для того, чтобы увидеть ваши ошибки и вовремя помочь вам их исправить. Будьте взрослыми. Вы делаете бизнес. Вам надо научиться быть самостоятельными и научиться делать бизнес. И пытаетесь сначала сами разобраться, а потом спрашивать, так поступают победители. Вот именно так. И еще раз хочу сказать вам огромное спасибо за ваши вопросы, потому что благодаря вашим вопросам мы все время вносим какие-то изменения и усовершенствования. И еще раз, если у вас есть вопросы, потому что опять же мы все время сталкиваемся с тем, что курсанты задали вопрос и исчезли на полдня или на несколько дней. Но это несерьезно. Опять же я призываю вас к тому, чтобы вы были взрослыми. Запомните, что все, что вы делаете, вы делаете для себя. И хочу вам сказать, что если вы отчитываетесь, например, в домашних заданиях, человек пишет «обновил дизайн», а ссылку не дал, как проверить, что вы сделаете. Вот каждый раз, когда вы вносите какие-то изменения, обязательно в домашнем задании давайте ссылку на блок, чтобы мы могли вас найти. Потому что или люди дают неправильные ссылки, или вообще не дают ссылки, потом они не попадают у нас в конкурсы и расстраиваются. И очень внимательно отнеситесь к тому, как делать дизайн, потому что я вам записала серьезные уроки, чтобы у вас действительно был блок такой, как надо. О дизайне мы еще с вами немножко поговорим. Самое главное, друзья, будьте в первую очередь честными перед самими собой. Сделайте выбор, зачем вы пошли учиться на наш курс, что вы хотите изменить в своей жизни с помощью нашего обучения. Еще раз повторяю, вы делаете это для себя. Вам надо максимально автоматизировать свой бизнес, сделать его успешным, чтобы каждый день вам было интересно читать вашу почту, потому что туда каждый день будут приходить письма вам начислены комиссионные. Хотите? Ставьте троечки. Ну вот я вижу, что вы хотите. Ну, теперь какие общие у нас новости? На следующей неделе мы начнем уже работать с рецензиями по вашим историям. Пришлем вам истории. Вы сможете их поправить. Те, кто пропускает вебинары, мы даже можем не тратить время на то, что вас отчислять. Я так думаю, что вы сами себя отчислили. У нас будет просто больше времени уделить тем, кто действительно намерен учиться, а это значит вам. Так что, кто серьезно настроен, быстренько подбирайте хвосты по домашним заданиям, если вы отстали. Еще позвольте дать вам совет. Если вы хотите достичь успеха, изменить свою жизнь, действуйте сразу. Вот некоторые через неделю очнулись, что они не получают домашние задания. Кто-то делает одно домашнее задание целую неделю. Вы знаете, друзья, мне в жизни повезло. У меня были хорошие учителя. Я сейчас вспомнила одного своего учителя, еще когда я активно занималась сетевым маркетингом. Это очень мощный лидер. Он, например, за 6 месяцев выстраивал многотысячную организацию с нуля и выходил на доход в 100 тысяч долларов. Вы представляете? И вот он говорил, делайте бизнес быстро, мыслите масштабно. Вот это самые важные советы. Понимаете, если вы делаете одно домашнее задание целую неделю или в своем бизнесе обращаетесь к кандидатам три раза в месяц, у вас ничего не происходит, нет никакой динамики. И, конечно же, у вас падает мотивация, и вы выпадаете из процесса. И вы попадаете на позицию неудачника. А вот если вы сделали домашнее задание сегодня и в азарте ждете, когда же, наконец, вы получите следующее домашнее задание. Заглядываете на почту каждые 5 минут. Вы победитель. Вот у меня есть такие курсанты, которые мне в скайп пишут, а когда будет следующее домашнее задание? Вот поставьте, пожалуйста, троечки, кто с нетерпением ждет следующего домашнего задания и заглядывает на почту. Вот, вы победители. Приведу вам примеры. Как-то я смотрела видео одного очень сильного лидера, это женщина, про то, как она работает с новичками. И вот этот новичок месяц в бизнесе и жалуется, что бизнес не идет. Она спрашивает его, а сколько вы провели встреч? Он говорит, три. Это за месяц-то, да? А она ему говорит, а вам не кажется, что вы провели маловато встреч? Вот это вам к этому пример. Следующий пример. Когда я начинала бизнес в своей компании много-много лет назад, в первый месяц я делала по пять презентаций в день. И я сделала объем продаж за первый месяц 12 тысяч долларов. И вот они складывали, знаете, из чего? Каждый человек, который входил, он делал закупку на 150 долларов с каждого привлеченного. И, конечно же, вы представляете, да? 12 тысяч разделите на 150, сколько человек я привлекла, посчитаете, да? Но и не каждый же человек приходит в бизнес, да, с которым вы разговариваете. Вот так много и увлеченно я работала. И, конечно же, через месяц я стояла на сцене среди 10 лидеров, таких же, как я, и принимала поздравления. А мои неспешные коллеги сплетничали между собой. А в чем феномен и секрет Королевой? А секрет простой. Работать надо, ребята, и работать с азартом. Это по поводу быстро. Теперь по поводу масштабно. Помните, я говорила вам о выборе в начале вебинара? Ну, по поводу приоритетов мы будем с вами говорить на другом вебинаре, но сейчас немного скажу. Некоторые мне пишут, что они что-то не успели сделать, потому что им что-то помешало из-за каких-то ежедневных дел, да, или болезни. Знаете, у нас на одном из наборов училась женщина, и в принципе, каждый раз попадаются такие люди. И во время курса она лежала в больнице, ей за месяц сделали три операции. И она лежа в больнице, в постели училась. Муж приходил к ней в больницу и пытался у нее отобрать ноутбук. И знаете, она делала все домашние задания практически вовремя. Закончила и курс, и даже вышла в призеры наших конкурсов. Хочу вам привести еще один пример. Когда у нас был шестой набор, у нас в это время была война в Израиле, и я живу в городе, который находился под мощным обстрелом, по 10 обстрелов в день, каждые полчаса звучала воздушная тревога, каждый обстрел по 5-6 ракет, и мне пришлось даже выехать в другой город, потому что просто невозможно было работать с людьми из-за этого. И в том другом городе тоже были обстрели, но один раз в день. И даже первый вебинар шестого набора, вот поставьте, пожалуйста, плюсики, может быть, кто-то у нас есть из шестого набора, который помнит, как я на первом вебинаре предупредила о том, что возможны обстрелы, и мне придется бежать в бомбоубежище. И, по-моему, на восьмой минуте прозвучилась сирена тревоги. Да, я вижу, что здесь кое-кто есть, кто это видел, да, живьем. И, ну, то или две меня не было, пока можно было выйти из бомбоубежища, потом мы продолжили, и в это время люди писали в чате слова поддержки для нас. Понимаете, когда человек сделал выбор, ничего не мешает ему, абсолютно ничего. И, понимаете, наши ежедневные дела никуда не денутся. Но если вы сделали выбор и действительно намерены изменить свою жизнь, судьба сейчас предоставила вам необыкновенный шанс нашей помощью это сделать. Поэтому мой вам совет – отложите сейчас все. Никуда это не денется, да. Окунитесь в учебу, осталось чуть больше двух недель. Поверьте, вы получите не только реальные результаты, но вы еще и получите истинное удовольствие от того, чего вы достигнете и от самого процесса. Кто за, ставьте, пожалуйста, пятерочки. А теперь мы приступим к разбору прошлой недели. Ну, седьмое домашнее задание. Там ничего такого нету, что можно было бы обсуждать. В этом домашнем задании вам просто нужно было следовать за Юлей и очень внимательно сделать все настройки блога. Поэтому это все достаточно просто. Теперь то, что касается восьмого домашнего задания. Мы с вами регистрировались в смарт-респондере. И зарегистрироваться в смарт-респондере мы предлагали вам по ссылке вашего модератора. Вы, конечно, можете регистрироваться, как вы хотите, но вы помните, да, в смарт-респондере есть очень много таких хитрых фишек, которые помогут вам в привлечении подписчиков ваших, да, будущих, и в том, чтобы они открывали ваши письма. И мы, я вам честно говорю, да, что мы получаем комиссионные, и мы помогаем вам бесплатно, да, овладевать этими фишками и всеми трудностями, с которыми вы сталкиваетесь при работе с этой службой почтовых рассылок. Ну, и, конечно же, обязательно надо купить пакет бронз, потому что он дает вам возможность сделать все эти фишки, да, о которых я вам говорю. И, естественно, зарегистрироваться в партнерской программе, и, ну, если вы на бесплатном аккаунте, то вы на партнерской программе тоже ничего не заработаете, да, потому что надо людям рекомендовать то, что вы действительно купили и чем вы пользуетесь. Ну, тоже здесь регистрации особо сложного, ничего нету, надо только аккуратненько все делать точно, как я рассказываю. Еще хочу вам сказать по поводу смарт-респондера. «Ребята, вот у вас там будут следующие уроки», что они постоянно что-то добавляют, что-то изменяют, могут немножко меняться интерфейс. Просто по логике читайте, да, те названия, потому что, может быть, меню сверху, сбоку, да, или списком идти. И, в принципе, ничего не меняется, кроме расположения. Итак, поехали дальше. Следующее у нас было домашнее задание по поводу истории. Вот на следующей неделе мы вам сделаем рецензии. И я очень много об этом говорила, поэтому сейчас только очень кратенько скажу. Основные ошибки, которые происходят. Обращайтесь к одному человеку, да, чтобы человек чувствовал, ну, как бы, интимность ваших отношений, что вы обращаетесь не ко всем подряд, а именно к нему, окажите ему уважение. Никакой рекламы, никакой агитации в истории быть не должно. Ну, и в конце истории обязательно должен быть призыв к действию, но только не такая ерунда, как присоединяйтесь, учу единомышленников, да, ни в коем случае. А такой призыв к действию, что вы можете связаться со мной, я готова с вами поделиться вот этим и вот этим. Я надеюсь, что вам с этим понятно. Теперь следующее у нас домашнее задание. Здесь тоже чистая техника. Ничего особенно сложного здесь нету. Создание страниц, создание сообщений. Единственное, что, когда вы делаете страницу об Академии и берете текст с блогов своих модераторов, вы там обязательно, Юля вам там рассказывает, пишите о том, что вы взяли с блога своего модератора и вот эту вот фразу, что вы взяли с блога модератора, вы делаете ее ссылочкой. Вот это, в принципе, такие самые основные вещи, которые идут по домашним заданиям, а так она очень подробно вам все расписала. Теперь мы с вами пришли к дизайну. Я надеюсь, что вам достаточно серьезно помогла программка по подбору цвета, потому что, помните, я вам показывала вот так вот простенько, раз, копируете и вставляете. Поставьте, пожалуйста, троечки, кому понравилось. С ней, конечно, намного легче работать. И общей рекомендацией, да, еще раз хочу вам напомнить, что цвет фона блога и цвет вкладок вы подбираете к фону вашей шапки, да, чтобы это становилось единым целым. Активную вкладочку на блоге делаете темный, текст на ней белый, неактивные вкладки, светлые на них, текст такого же цвета, как цвет активной вкладки. Форму подписки вот будете делать, она, выбираете ее фон самый светлый, немножко об этом поговорю. Нижние колонтитулы сообщений тоже очень светленькие под фон блога. Верхний колонтитул, да, не делайте ему фона, только текст делаете, цвет у вас в блоге левая колонка, правая колонка. И помните, что главное статьи, да, ну, контент, который у вас будет в блоге, а не боевой раскрас блога. Поэтому по цветам я вам тоже говорила уже, что только черным цветом вы пишете все статьи, ссылки принято видеть синим, выделяете либо жирным, либо подчеркиванием, цветами тексты не выделяете и не пишете их буквами заглавными, да, никакие слова. Только обычным шрифтом все пишете и выравниваете тексты по ширине. Теперь я хочу с вами немножко поговорить по поводу дизайна. Помните, я вам показывала на прошлом вебинаре отрывок из интервью с Евгением Поповым, да, это один из самых успешных бизнесменов Рунета. И помните, я вам там говорила, вернее, не я говорила, помните, он там приводил пример со стюардессой, у которой на белоснежной блузке пятно от кетчупа. И пассажиры ассоциируют это с тем, что, видимо, может быть и двигатели, самолеты не в порядке. То же самое, если вы делаете неправильный дизайн, не так, как мы вам рекомендуем, и когда человек заходит на ваш блог, и он видит вот такой вот неправильный дизайн, у него тоже будет ассоциироваться с тем, что вы некомпетентный человек. Чтобы вам было более понятно, я приведу вам такой пример. Вы заходите в квартиру к какому-то человеку, да, и у него все перегружено, там не поймешь, что стоит, неуютно, неудобно, какая-то энергетика неудобная. Вам потом в следующий раз туда не хочется зайти. Или, например, вы идете в какой-то ресторан покушать, и вот в этом ресторане вам некомфортно, неудобно, да, потому что, первое, люди встречают по одежке. Точно так же они заходят в ресторан, и если они видят, что там свободно, уютно, энергетически, да, вот они воспринимают приятно, дизайн тоже такой спокойный, очень удобно пройти к столикам, удобно сидеть, к ним сразу подходит персонал, и уже у них создается какое-то такое ощущение, что здесь, наверное, и кормят вкусно, да, и только потом уже они пробуют блюда. То же самое, когда люди заходят на ваш блог, они сначала видят, в первую очередь, да, в первые 10 секунд шапку вашего блога, говорит ли она ему о том, что эта тема их интересует, да, своими цветами, своей композицией, своим названием уже после композиции цветов, ну, и смотрят по дизайну блога, если он ничем не перегружен, там нету ничего лишнего, у него возникает ощущение, что это компетентный человек, только потом он начинает читать. И вот этот первый момент ни в коем случае нельзя упустить. Вы знаете, я провела такую работу, я записала для вас специальное видео, я взяла с разных наборов ошибки, которые у нас делали наши курсанты, и те, которые не послушались наших советов, в общем-то, ничего на блоге-то и не делают. Я хочу вам показать в первую очередь сначала, что неправильно, да, и сделать с вами этот разбор, чтобы вы не повторяли этих ошибок. Потом вам покажу, где правильно вы увидите эту разницу и сможете это использовать уже в работе над вашим блогом. Итак, давайте сейчас мы это разберем. Прежде чем мы с вами начнем разбор ошибок, которые сделали в разных наборах наши курсанты, я хочу попросить вас вот о чем. Несмотря на то, что это записанный ролик, я в течение ролика буду вам задавать вопросы, и вы мне, пожалуйста, на них отвечайте, потому что я в чате буду видеть, как вы реагируете, и смогу вам ответить, и, возможно, какие-то ваши замечания мы учтем при последующей работе с нашим курсом. Будем что-то изменять и что-то улучшать для вас. Итак, давайте приступим к разбору. Вот сейчас на вашем экране вы видите первый блок, и на этом блоге вы видите, что в первую очередь человек выбрал неправильный шаблон, не шаблон простой, а шаблон Венеция, и вот здесь все это просвечивает на текст, и в результате этого не так удобно это читать, потому что мы, помните, с вами говорили о том, что текст должен быть на белом фоне, как в книжках, и так читать удобнее. И когда идет какой-то фон, да еще вот он тут идет с какими-то разводами, то читать это неудобно. И вы видите здесь самодельная шапка, и, наверное, некоторые люди считают, что они умеют рисовать, но вот эта шапка совершенно не говорит о том, что этот человек может научить вас работать на компьютере, потому что, помните, я вам говорила о говорящих шапках, она ни о чем не говорит. И вот в этом его достаточно большая ошибка. И вы уже видите, что такой блок, он не вызывает у вас желание остаться на этом блоге, потому что вы видите, что этот человек некомпетентен, что он, короче говоря, что это какая-то самоделка, и вы, естественно, пойдете на другой блок, который у вас вызовет, что человек, который с вами чем-то делится, это человек-эксперт. Следующий блок. Блок вообще непонятно о чем. Даже шапка, да, вот есть ширина блога определенная, а шапка короче его, да, и она не подходит сюда по размеру. Тоже это выглядит, что человек некомпетентен. И вы видите, что здесь сбоку понаставлены какие-то рекламы, которые совершенно неуместны. А мы учим, чтобы сначала была фотография, чтобы человек знал, который заходит на ваш блог, с кем он познакомился. И вот здесь еще какие-то непонятные рекламы идут, что тоже неправильно. Потом вы видите вот раскрашенный вот этот вот текст. Вот сейчас вы видите, насколько это ужасно непрофессионально смотрится, да. Кроме того, вот картинки вылазят за размер внутренней колонки, потому что размеры неправильно выставлены. Посмотрите, сколько понаставлено всякой рекламы. И вот человек, который зайдет на такой блог, он просто от него, с этого блога бегом убежит. Да, вот вы со мной согласитесь, что это выглядит непрофессионально. И, в принципе, здесь и никакой информации нет, кроме каких-то понаставленных картинок. Следующий блок. Школа интернет-бизнеса. Да, мы видим здесь. Во-первых, человек выбрал не тот простой шаблон. Вы видите, что здесь нет вот такой градиентного перехода фона, да, от темного к светлому. Вы видите, что здесь в меню тоже нет градиентного перехода. И вот здесь вот очень большие расстояния, да, другой идет размер шапки. Кроме того, человек делал сам дизайн шапки. И вы видите, что здесь деформированная картинка, вот как-то она перекошенная картинка. И здесь нету единой композиции. И человек заявляет, что это школа интернет-бизнеса, значит, человек должен делать какой-то серьезный дизайн, чтобы вызывать к себе такое же серьезное отношение. И, естественно, здесь, видите, на главной вкладке, на активной вкладке должен быть белый текст, он стоит черный. Вы видите, здесь боевой раскрас вообще цветов, которые не соответствуют. Ну, как бы боевой раскрас, все идет в полный разнобой, да. Здесь синий, здесь фиолетовый, какой-то турки, здесь бирюза. Короче, это выглядит все непрофессионально. И, естественно, на таком блоге люди не останутся. Например, какую бы шапочку надо было бы сюда поставить. Вы видите, вот я взяла просто любую шапку из каталога. И здесь видно, что это школа, именно интернет-бизнеса, что люди обучаются здесь по интернету, да. Вы видите, сидят молодые люди из компьютера. И согласитесь со мной, что вот эта шапка, да, вызовет у вас ассоциацию, что это действительно школа интернет-бизнеса. Поставьте, пожалуйста, троечки, кто со мной согласен. И что вот на таком блоге они останутся, чтобы почитать, о чем идет речь. Окей, я вижу, что вы со мной соглашаетесь. Давайте перейдем к следующей шапке. Обучение компьютерной грамотности. Опять же, здесь неправильный дизайн, да. Здесь идут даже форма подписки у человека не стоит. Вот эта вот бегущая строка, которая никому не интересна. И вот скажите мне, пожалуйста, вот вам эта шапка говорит о том, что это обучение компьютерной грамотности. Вот я, например, этого не вижу. Вы можете писать свое мнение в чате. Ну, во-первых, розовый цвет совершенно не соответствует этой теме, потому что обычно то, что связано с компьютером, с интернетом, это синие, зеленые цвета, могут быть даже черные, но только не розовый, потому что розовый цвет больше имеет отношение к какой-то женской теме или к каким-то другим темам, ну, которые связаны с женской темой, с семьей, там, с сексом, да, вот с такими вот вещами. И причем здесь книжка с компьютерной грамотностью. Согласитесь со мной, что это очень большая ошибка, и сделано это неправильно. И на таком блоге, естественно, люди тоже не останутся, но что они не увидят здесь компетентности. Вот, например, вот эта вот шапка. Вот поставьте, пожалуйста, троечки, кто согласен со мной, что здесь сразу понятно, что это идет обучение компьютеру, да, и что вот на таком блоге бы вы остались, а вот на этом блоге вряд ли, потому что опять вы видите, что этот человек не эксперт и ничему научить вас не может. Следующее. Здоровье – наивысшая ценность, да. Вы видите, что, в общем-то, здесь правильно выбран шаблон. Опять же, неправильно подобран дизайн. Вот здесь и главная страница, и нижний колонтитул сообщения, и форма подписки. По цвету ничего не сходится, да, того, что мы вас учим. Кроме того, изображения здесь очень низкого качества, они очень мутные, поэтому человек подумает, что не знаю, доверю ли я свое здоровье человеку, у которого вот такое вот непрофессиональное оформление блога, да, чему этот человек может вылечить, а не опасно ли ему доверять свое здоровье. Давайте посмотрим, какой вариант может быть другим. Ну вот, например, у нас человек заказывал шапочку, да, наш курсант. Физика здоровья. Вы видите, как здесь все профессионально выглядит, да, и действительно на таком блоге человек останется, потому что здесь единая композиция, и шапка говорит, совершенно понятно, что речь идет о здоровье, и что действительно можно доверить здоровье. Или, например, вот такой вот вариант, потому что вы помните, на той шапке были представлены какие-то приборы, да, вот таким образом будет выглядеть, что здесь действительно свое обследование можно доверить этому человеку. Понимаете, вот какие есть тонкие вещи, которые могут работать на вас или работать против вас. Следующий блок. Студия развития творческого мышления. Ну, здесь вообще полный кошмар, да, начиная с шапки и кончая всем остальным дизайном. Такой он немножко полусумасшедший, да, дизайн этого блога, и вряд ли люди, как бы, захотят довериться здесь развивать свое мышление, потому что на этом блоге можно просто всойти с ума. Я вам сейчас покажу по поводу творчества, да, ну, например, вот у нас была одна курсантка, которой было интересно рассказывать о юных талантов. Вот действительно эта шапка говорит о том, что здесь идет развитие творчества, творчество мышления. Ну, это я вам привожу как примеры, да, могут быть другие варианты, просто чтобы вы увидели разницу вот этой шапки, вот этого оформления или вот этой шапки. Кто со мной согласен, да, вот кто выбрал бы вторую шапку, а не та, которая указана на блоге, ставьте, пожалуйста, троечки. Даже мне не хочется комментировать здесь, потому что вот здесь, в этой шапке, я не вижу никакого творческого развития, просто совершенно что-то такое сумасшедшая абстракция и совершенно жуткий текст. И это все не соответствует друг другу, ну, естественно, и дизайн. Я вижу, что вы со мной согласны. Теперь перейдем к следующей шапке. Секреты шитья. Поставьте, пожалуйста, троечки, кто бы пошел к такой портнихе, и двойки, кто бы не пошел. Потому что, ну, здесь такой мрак, да. Вот я бы, например, побоялась бы шить у такой портнихи, потому что, думаю, что ничего хорошего бы она мне не пошила. Или вот, например, у нас была курсантка, которая делала заказную шапку. Вот поставьте, пожалуйста, пятерочки, кто, увидев бы такую шапку, задержался бы на этом блоге, да, и брал бы уроки вот у этого человека, да, или, например, делал бы ему заказы. Я надеюсь, что вы со мной согласитесь, что это действительно так. Вы видите, какая большая разница. Теперь давайте перейдем к следующему блогу. Музыкальная школа для преподавателей и их родителей. Вы видите, что, конечно, шапка непрофессиональная, да, и если человек занимается обучением музыке, то, наверное, он нашел бы три копейки, чтобы заказать это дизайнеру. Как-то я не знаю, как соответствует шапка со всем дизайном, который здесь есть. Вот этот сиреневый цвет и вот этот ужасный текст, да, ну, короче говоря, не шапка, а даже не знаю, как это выразить, да, что это, ну, не вызывает такого отношения, что этот человек является экспертом. Давайте посмотрим, что можно было бы поставить и как бы это выглядело по-другому. Ну, вот, например, у нас был курсант, была курсантка, которая обучает, как ставить голос, да. Вы видите, какая большая разница. Поставьте, пожалуйста, пятерочки, кто на таком блоге бы остался и поинтересовался, чему же здесь учат. Я вижу, что вы молодцы и вы со мной согласны, да, потому что, ну, вот, есть, конечно, очень большая разница, да, то, что здесь поставлено и то, что поставлено здесь. Вот во второй шапке, да, как она выглядит, и она действительно говорит с людьми, и она выглядит профессионально, потому что здесь даже трудно комментировать, что это такое, да, не пойми что. Смотрим следующую шапку. Здесь, наверное, хорошие, интересные темы. Такая вот какая-то размытая шапка с каким-то непонятным пятном, какой-то такой вот неэнергетичный, наверное, какой-то вялый текст шрифта, развивающиеся методики, интересны детям, удобны учителю, понятно, родителям. И вообще все какое-то бледное и выгоревшее такое, да. И вот эта вот шапка, которая не производит никакого впечатления. И по шрифту, да, и дизайна, в принципе, здесь никакого нет. И вот здесь вы видите нижний колонн-титул никак совершенно не отражается, да, ничего не отражает. И вы видите, что творится со шрифтом, да, абсолютно все неправильно, так не делают, да. И, естественно, такого человека не воспримут как эксперта. А давайте посмотрим, что мы могли бы ему предложить. Например, если это интересно детям, да, вот такая вот шапка, например, может быть. И родители, и дети, и преподаватели, и кто угодно. Поставьте там, я не знаю, двоечки, кто выбрал бы вторую шапку, например, для этой темы. Но я не говорю, что точно такая шапка, но если вот здесь написано «интересно детям», да, вот «интересно детям», «удобно родителям», да, вот «удобно родителям». Да, я вижу, что вы со мной согласны. Ну, поехали дальше. Следующий блок. Здесь даже страшно комментировать, какие тайны, да. Вы видите, это типа шапка. Вы видите, поставлена жуткая совершенно картинка, причем на эту картинку у кого-то есть авторские права. И вы видите, что творится с дизайном. Вот, я вам специально показываю эти ужасы, чтобы вы сами такого никогда не делали. Здесь даже трудно сказать, что можно предложить, да. Просто надо все убрать и начинать сначала. Следующая шапка. Семейный секс. Но вам говорит вот эта вот картинка вообще о семейном сексе. Мне кажется, это секс на пляже, да, случайных людей, и о семейном сексе это не говорит. И потом, когда связано с сексом, а здесь коричневые цвета, цвета перегоревших страстей, ну, какой тут может быть вообще семейная гармония и идиллия. Вот у нас, например, в каталоге есть вот такая шапка, которая, во-первых, розовые цвета, композиция. Вот здесь показана семья, да, они находятся дома. Вот поставьте, пожалуйста, к троечке, кто для того блога выбрал бы вторую шапочку. Вот сейчас я вам ее снова покажу. Да, я вижу, вы молодцы, вы со мной соглашаетесь. Следующая вещь. Мир вокруг нас. Ну, во-первых, вы видите, размеры, вообще ничего не выставлено как надо, выбран неправильный шаблон. Ну, неудачно выбрана вообще сама картинка, потому что она вызывает какой-то страх, да, какие-то неприятные ассоциации. О чем будет блог, тоже непонятно. Ну, здесь идет первая фраза «Учимся уважительно относиться к миру». Ну, я бы, например, если человеку хочется ассоциации цветы и бабочки, сейчас вам покажу, что можно было бы выбрать. Вот, например, такой, да, вот здесь жизнеутверждающая, здесь действительно можно показать уважение к окружающему миру. Если вы со мной согласны, да, отреагируйте, пожалуйста. Просто я сейчас вас учу видеть, да, как люди будут реагировать, вот вы на собственном опыте. Видите, какие ассоциативные реакции вот это вызывает. И цвета, и раскрывшийся тот же самый подсолнух, и вот эти нежные бабочки, да, вот это действительно мир вокруг нас. И даже вот само такое сочетание, что название внутри, а картинки по бокам, да, что вот-вот он вокруг нас мир. Следующее. Мечты сбываются. Вы видите, что в шапке совершенно, как бы, непонятно, а где же тут мечты, и каким образом они сбываются. Ну, и, естественно, тут тоже понаставлено очень много вещей, которые не имеют никакого отношения к теме этого блога, да. Вы со мной согласны, что эта шапка ни о чем не говорит. Ну, давайте посмотрим, что мы можем ей предложить. Вот поставьте троечки, кто видит, что, хотя здесь название «Вопросы здоровья» – это была заказная шапка, вот эта шапка вам говорит о том, что мечты сбываются, да, действительно. Вот эта шапка, она говорит о том, что действительно, вот она такая жизнеутверждающая, вот здесь тоже цветы и мечты действительно сбываются. Следующий блок. Название для души и тела, да. Ну, шрифт ужасный, да. Где здесь для души и тела, при чем здесь горы, вообще никакие наши рекомендации не выполнены, неизвестно здесь, что понаставлено, вот этот перевод на языки, кому он нужен, да, здесь нету графы об авторе, и, в общем-то, совершенно не соответствует тому, о чем вроде бы человек собирается делать блог. Давайте посмотрим, какая шапка могла бы соответствовать вот этой теме, и человек бы сразу же задержался на этом блоге. Ну, вот, например, да, какая-то дорожка куда-то, которая ведет человека, да, согласны со мной? Поставьте, пожалуйста, троечки. Вот она бы заговорила о том, что здесь и для души, и для тела, да, потому что вот здесь есть природа и дорожка, которая ведет человека, да, к самопознанию, к собственному равновесию. Поставьте, пожалуйста, двойки, кто сомневался бы, что этот человек действительно является экспертом в бизнесе. Когда вы видите вот такую непрофессиональную шапку, да, которая вообще ни о чем не говорит, когда вы видите такой жуткий зеленый дизайн, да, непонятно, что здесь происходит, вы, естественно, вот такому человеку доверять не станете. Вы согласны со мной. Давайте посмотрим, как бы мы могли изменить этот блок. Вот, например, если бы увидели вот такую вот шапку, да, вы бы доверились этому человеку, что человек действительно может с вами поделиться какими-то секретами бизнеса. Ставим пятерочки, да, кто не согласен, ставьте что-то другое, да, вы видите, какая разница. Я вам показываю шапки наших курсантов, другие, которые казались мудрыми и делают все правильно, следуя нашим советам. Я вижу, что вы со мной согласны. Смотрим дальше. Вот этот блок меня просто умиляет. Бабушкины секреты здоровья. Но о дизайне, да, вы уже все понимаете. Здесь боевой раскрас неизвестно каких цветов, а вот это вы видите бабушку, да. Вот эта картинка, например, о каком-то женском блоге, о косметике, о красоте, она совершенно не соответствует бабушкиным секретам. Но давайте посмотрим, какие у нас были бабушки. Вот, например, когда вы увидите такую шапочку, поставьте пятерочки, кто задержался бы на вот этом блоге, да, потому что, во-первых, здесь единая композиция, и правильные цвета, и здесь есть бабушки, родители и дети, и действительно вот такую бабушку захочется послушать. Ага, я вижу, что вы со мной согласны. Ну, поехали дальше. Ну, вот это просто чудеса в решете. Ну, вы видите, что неизвестно откуда-то скачана шапка, неправильный шаблон, все это на цветном фоне, да, и, конечно, советы такого человека по деньгам. Вы со мной согласитесь, что слушать мы не будем. А давайте посмотрим, что бы ему помогло. Вот, например, такой вариант. Вот у нас был человек, который занимается биржей, да, или, во-первых, деньги, да, энергия денег, она синего цвета. Ну, в крайнем случае, можно выбрать зеленый цвет, да, или вот здесь, как пополнить бюджет своей семьи. Согласны со мной? Реагируйте как-то, что вы видите разницу. Вот я вам не зря показываю эти ужасы, да, чтобы вы хорошо видели разницу, как вы реагируете, и также будут реагировать ваши читатели. Отлично. Следующий смотрим блок. Ну, это просто песня. Семья, главное в жизни, да. Вы видите, во-первых, выбран неправильный шаблон, но вот такая шапка меня бы просто напугала, что просто конец семье, и вот этот жуткий дизайн совершенно никуда не годится. Или, например, вот такая шапочка о семье, да. Вы видите, что это замечательная, благополучная семья, несколько поколений здесь, и действительно для них главное в жизни – это семья. Вот эта шапка говорит сама за себя. Вот еще один блок. Говорит «Хочу все знать». Вы тоже видите вот этот вот кошмар. Все это совершенно не соответствует тому, чему мы учим, да. Нету здесь единой композиции, жуткий совершенно цвет, какие-то битые картинки. Или давайте посмотрим. Вот у нас была шапка «Хочу все знать». Тоже была заказана эта шапка. Как вам эта шапка, ребята? Да? Вот на этом блоге просто захочется остаться, даже если на нем ничего нет. Потому что действительно он показывает, что они хотят все знать. Да? Вы видите, конечно, совершенно потрясающую разницу. Окей. Пойдем дальше. Вот это тоже меня поражает. Ну, здесь нарушены вообще все правила, которые только можно нарушить. Причем человек схитрил. Он просто дал ссылку на тот блог, который у него есть. Вы видите, здесь понаставлена реклама, вот этот вот черный цвет. Причем я проверила, посещаемость сайта фактически нулевая. Почему это происходит? Ну, во-первых, само название «Миссия Photoshop». Хотя здесь просто наборы клепардов. Почему «Фотошоп»? Да? Человек бы так бы назвал клепардой для «Фотошопа» или еще для чего-нибудь. И обычно, ну, вот я, например, работаю с веб-дизайнерскими сайтами для того, чтобы можно было понять, что на этом сайте. Все это делается на белом фоне, чтобы видны были именно клепарды, а не всякая лабуда, которая тут понаставлена. Ну, и результаты у блога точно такие же, потому что вот этот блог, ну, и ужасная, конечно, шапка, да, я уже не буду комментировать. Здесь вообще непонятно, про что этот блог. Поэтому человек сюда зайдет, подумает, что это какие-то игры, и развернется, и уйдет. Потому что просто тут комментировать совершенно нечего. Следующая шапка – «Моя любимая дача». Замечательная тема. Тоже шапка никакая, которая его любимую дачу не отражает. Какие-то непонятные картинки. Ну, и, конечно, ужасный вот этот дизайн, на котором, ну, невозможно читать, да, и вот вкладки вот такие некрасивые. Ну, короче говоря, все это выглядит совершенно непрофессионально. Ну, давайте посмотрим. Вот мы делали заказную шапку, например, по строительству дома. Ну, вот она, дача, да, «Моя любимая дача». Ну, это как пример, это не говорит, что эта шапка точно подходит. Но вы просто видите разницу, насколько это выглядит по-другому. Согласны со мной, что вот на эту дачу, да, вы бы не поехали брать советы, а вот на такую дачу, конечно, советы бы взяли. Ну, вот это вот полный ужас. Само название, вот когда к нам присылают заказы на шапки, название мы тоже помогаем корректировать, потому что «Полюби болезнь свою». Я уже не говорю, что вообще непонятно, что за картинки здесь шапки понаставлены, причем это по размеру совершенно не подходит. Здесь всякие боевые раскрасы. Можно подумать, что это какая-то сумасшедшинка здесь есть, да. И я хочу сразу сказать, что если здесь у нас присутствуют люди, блоги которых я разбираю, не обижайтесь, а будьте благодарны, что именно на ваших блогах, да, показывают ошибки, и вы можете обратиться к нашим модераторам, чтобы они помогли вам все это исправить. И, ну, с этого сайта просто хочется убежать, да, потому что, ну, начиная с названия, хотя человек здесь говорит о медитациях, причем здесь «Полюби болезнь свою», оно понятно, что болезни идут от того, как ты мыслишь, да, что если нет внутренней гармонии, но, может быть, можно было сделать что-нибудь типа такого, да. Вот это вот связано с медитациями, это понятно, что здесь идет какая-то работа над собой, да, на свое отношение к миру. Согласны, да, что вот на это бы человек, конечно, остался, задержался, захотел бы что-то узнать, а вот отсюда просто бегом бы убежал. Вот это как-то вам напоминает секреты успеха, да? И опять же здесь выбран неправильный шаблон, вот я обращаю ваше внимание, вы видите, что здесь нету градиента, да, перехода из темного в светлый. Вот если вы так случайно выбрали, обязательно обращайте внимание на этот переход, и вы видите, что здесь очень большое расстояние, да, потому что выбран неправильный шаблон. И никакие секреты успеха здесь не отражены. Непонятно, какая-то картинка представлена, девочка сидит у компьютера, да, где здесь успех, ничего не видно. Успеха нет. Естественно, на таком сайте люди не останутся. Следующий вариант. Ну, это просто песня, да, тоже совершенно непонятно, о чем это речь. Сайт «Человек назвал красота и здоровье». Ну, о чем думал человек, когда ставил эту картинку, непонятно. А теперь я хочу вам показать несколько блогов, да, на которых действительно хочется остаться. Вот мы с вами говорили об ошибках, можно много было бы показывать, но мы не будем так много тратить на это время. Вы видите вот этот блог, да, насколько он гармоничен. Во-первых, говорящая шапка, она действительно говорит здесь о нанотехнологиях, о людях, которые действительно хотят быть здоровыми, о физике, здоровье. Дизайн, да, полностью сливается с шапкой. Блог выглядит как единое целое. Следующий блок давайте с вами посмотрим. Вот говорит с вами эта шапка, да, наш дом. Здесь советы о том, как сделать дом гармоничным, чтобы было в нем уютно. Вот вам в таком доме захотелось бы остаться, правда? Поставьте там что-то, троечки, пятерочки. Конечно, захотелось бы. И захотелось бы остаться на этом блоге, чтобы узнать, как сделать такой дом. Следующее. Посмотрите, какой блог, да, это заказная, конечно, шапка. И вы посмотрите, какой дизайн. Вот он такой уютный, он такой классный. Поставьте пятерочки, кто захотел бы с владельцем этого блога путешествовать по Испании, да, или, может быть, пожить в Испании, или спросить у него совета, что я хочу. Действительно, вот, вы почувствовали этого человека экспертом. Вот видите, да, какое значение имеет шапка и дизайн. Следующее. Все о шоколаде. Вот вы бы захотели остаться на таком блоге, да, есть тут любители шоколада. Посмотрите, да, какой классный, какой вкусный блог, да, и шапка сразу обо всем говорит. Вот это не заказная шапка, обычная шапка, но вы видите, насколько соответствует шапка и содержанию, которое находится на блоге и дизайну. Да, и тоже хочется остаться на этом блоге и узнать, а какие же мы можем натуральные средства использовать для того, чтобы быть красивыми. Мир женщины, да, но вообще красотища необыкновенная. Хочу вам признаться, что это моя любимая шапка, это тоже шапка заказная. Вы видите, вот он какой теплый, из него идут какие-то лучи, да, хочется быть с этой женщиной, хочется узнать, о чем же написано на этом блоге, да, заглянуть, нажать на эту статью и почитать, а о чем же идет речь. Согласны со мной, ребята? Поэтому, конечно, вы теперь уже понимаете, да, как шапка, как дизайн работает на то, чтобы ваши будущие читатели, ваши будущие клиенты остались на вашем блоге. Вы можете зайти и выбирать шапки себе из каталога, да, вот по этим категориям, но самые умные и самые мудрые обычно так поступают. У нас, кстати, не так много бывает людей, потому что я вам сделала сбор со многих наборов, да, которые не слушают наших советов и пытаются быть сам с усам. Ну, а самые мудрые, конечно, заказывают шапочки. По индивидуальному заказу, да, вы видите, какая здесь необычайная красота. Вот, каждая шапка, она несет в себе определенную энергетику, каждая шапка, она несет в себе информацию, каждая шапка сразу говорит с считателем, и она сразу же останавливает на блоге. И, видя вот профессиональное начало, да, в эти первые 10 секунд, конечно, человек остается на блоге и хочет дальше с вами вести отношения и с вами вести беседу. Поэтому обратите внимание, насколько важно, да, для вас профессиональные шапки и профессиональное оформление блога, потому что, помните, да, встречают по одежке, провожают по уму. И еще раз хочу повторить, может быть, вы умеете рисовать, но есть законы психологии восприятия, психологии восприятия цвета, деталей, композиции, и вам совершенно не обязательно все делать самим, да. Ваша самость будет в той информации, которую вы будете располагать на блоге. А оформление доверьте, пожалуйста, профессионалам. Еще одну вещь, о которой я вам хотела сказать, да, вот вы обратили внимание, что вот здесь вот единая композиция, да, что вот это все вырисовано, и любой блок, который вы посмотрите, ну, например, еще один покажу, да, вы видите, что это единая композиция, такое ощущение, что это фотография, хотя все это сделано из маленьких частей, сделаны какие-то деформации, какие-то ручные рисунки, и то же самое, что происходит здесь. И еще обратите внимание на шрифт, да, что шрифт, он как бы сливается с текстом, вот он даже, вот здесь вы видите, буквы просвечивают на него, или вот здесь вот шрифт точно соответствует теме, точно соответствует дизайну, или мы, допустим, возьмем любой блок, да, вы видите, что, ну, я уже не буду говорить о том, что здесь нет композиции, да, и это не отражает тему, вот рисунок отдельно, буква отдельно, здесь тоже, да, рисунок отдельно, буква отдельно, здесь, ну, полная катастрофа, да, со шрифтом, и непонятно, что здесь рисунок, или вот здесь, да, как единое целое, буквы органически вписываются в дизайн, и шрифт подходит к теме, их наполнение и их расположение. Согласны со мной? Поставьте, пожалуйста, пятерочки, и я надеюсь, что вы понимаете, что для того, чтобы получить что-то, да, надо, конечно, обратиться к профессионалу, тогда вы будете всегда классно выглядеть, и на вашем блоге люди будут задерживаться. Теперь вы понимаете, насколько важно оформление вашего блога. Вот я хочу вам на примере моего блога это показать еще раз, да, чтобы еще раз закрепить, чтобы вы хорошо понимали. Вот вы видите шапку. Шапка полностью соответствует теме блога, то, о чем будет блог. Шапка говорит о том, что здесь вы получите советы, вы получите решения своих проблем для любого возраста, и для молодых, и для среднего возраста, и для более старшего возраста. что-то о компьютерах, что-то об интернете, да, если вас это интересует, если это ваше... И вы видите, что блог выглядит как единое целое. Вот шапка, она полностью сливается с фоном, да, вы видите, здесь идет мягкий переход, и нижний колонн, титул даты, и сообщения. Здесь нету ничего лишнего. Сразу очень удобно читать, и в левой колонке понятно, что здесь идет меню, что вы увидите на блоге. В правой колонке форма подписки, да, и возможность стать постоянным читателем, и возможность стать подписчиком, да, на новости блога. И вот эта вот серединка, она как бы выдвигается вперед. На этом блоге нету ничего лишнего. Он такой спокойный, притягательный. Вам хочется на нем остаться, вам хочется общаться с человеком, с владельцем этого блога. И запомните, когда вы оформляете блог, этот блог должен быть единое целое. Вот я как-то беседовала с одним уже сегодня очень известным модельером, тогда он был только начинающий модельер, это было 10 лет назад, и мы с ним беседовали, ну, вообще о дресс-коде, о женской одежде, о мужской одежде. И он мне рассказывал о том, что вот в мужской одежде, да, как бы в облике мужчины, есть какие-то детали, там галстук, булавка, запонки, обувь, часы, да, вот такие вот вещи. А в женской одежде, вот женский стиль, там нет деталей, там все, все одна сплошная деталь, да, вот все, начиная с прически, одежды, украшений, маникюра, обуви, да, все сплошная деталь. Поэтому ваш блог тоже стать, должен стать сплошной деталью, единым целым. И тогда у вас есть больше шансов, что те, кто попал на ваш блог, они останутся на вашем блоге, станут вашими постоянными читателями, станут вашими подписчиками и, возможно, вашими клиентами или партнерами. Согласны со мной? Поставьте, пожалуйста, пятерочки, что вы со мной согласны, и мы с вами поедем дальше. И двенадцатое домашнее задание у нас с вами было. Это подарки читателям. Я не буду особенно повторяться. Вкратце только вам скажу. Помните, да, что минимум два подарка надо давать читателям. Тогда они легко отдают в обмен на ваши подарки свой драгоценный имейл. И, кроме того, подарков надо иметь много для того, чтобы иметь запас подарков, чтобы участвовать в каких-то акциях по сбору подписчиков. И обязательно людей поздравлять с праздником. И, кроме того, участвовать в различных акциях, где в обмен на драгоценный имейл вашего потенциального подписчика подарить хороший подарок. И пока вы сами еще это не умеете делать, по очень выгодным ценам для вас, мы для вас сделали книжки. И вы помните, что это не просто книжки, а что вы купили себе за очень низкую цену раз и навсегда рекламу, которая будет раскручиваться по интернету, по вирусному маркетингу. Вы помните, что на каждой странице стоит ссылка на ваш блог, и люди будут дарить друг дружкой и попадать на ваш блог. Кроме того, там стоят баннеры и видео о нашем курсе, что люди через эти книжки будут приходить на курс, а вы будете получать деньги по партнерской программе. Следующий очень важный вопрос, который нам надо с вами обсудить, как привязать читателей к вашему блогу. Вот мы уже поговорили о дизайне, как важен дизайн, чтобы они на нем остались, а теперь сделать так, чтобы они к вам снова приходили. И для этого не нужно их агитировать, говорить, приходите на блог и прочие всякие вещи. Им нужно дать что-то ценное. А для того, чтобы дать что-то ценное, вам надо самим определиться, а что же вы ценное будете давать. Потому что сейчас появилось очень много всяких гуру в интернете, которые учат тому, в чем они сами не разбираются или разбираются очень слабо. Вы знаете, я как-то читала книжку Роберта Шекли «Координаты чудес». И там главный герой, его переместили с планеты Земля в другую какую-то вселенную, и он очень хотел вернуться. И он обращался к разным экспертам, и они ему говорили, что им нужно 3К. Куда он хочет вернуться? Да, значит, на Землю. Когда? В какой период времени? Потому что планеты движутся, да, и он может попасть не туда. На какую конкретно Землю, да, он хочет вернуться. И вот я сейчас вам в помощь хочу показать интеллект-карту, которую вы для себя тоже сделаете. И я вам покажу, как вы должны определиться, как сделать блок, чтобы он был настолько ценным, чтобы люди хотели к вам возвращаться и возвращаться и стать вашими фанатами. Итак, вы решили сделать блок. Первое. Вам нужно определить цель блога. Вот вы рисуете себе такую веточку, и дальше пошло разветвление. Ну, какие ваши цели основные, да, это создать бренд, это собрать базу подписчиков через этот блок, это привлечь свою целевую аудиторию. Вот это цель вашего блога. Следующее, что мы определяем, мы определяем вашу целевую аудиторию, к кому вы хотите обратиться. Ну, например, к людям определенного возраста. Или, может быть, вы хотите каким-то образом ограничить регион проживания. Или вы хотите ограничить по каким-то определенным интересам свою целевую аудиторию. Следующее. Вам нужно определить основную тему блога. Вы делаете блок о чем-то, что вы хорошо знаете, в чем у вас есть собственный опыт, свои собственные результаты. И вот этими результатами вы можете поделиться и давать какие-то определенные советы. Значит, вы выбираете определенное направление. Например, вы хорошо знаете какие-то оздоровительные методики. Или вы знаете какие-то методы, ну, я не знаю, там, привлечения кандидатов. Или какую-то технологию построения бизнеса. Вы определяете основное направление. И вы определяете, какие у вас будут рубрики в основной теме. Ну, или, например, вы хотите делать блок «Как стать стройной». И есть очень много вещей, о которых вы можете рассказать. Вот основное направление – это хорошая фигура. Там у вас могут быть различные диеты, гимнастики, какие-то духовные техники. Ну, много чего может быть. И какие-то могут быть сопряженные темы. Ну, например, для женщин вы будете рассказывать о макияже, да, и о каких-то других вещах. И вот когда вы эти вещи определили, тогда у вас родится нормальное название блога. Вы начинаете дальше работать с блогом, привлекать подписчиков. Ну, и в результате вы сможете свой блог монетизировать. Вот таким вот образом вы должны выстроить свой блог. Тогда ваш блог действительно будет нести нечто ценное, и люди будут к вам снова возвращаться, и, возможно, эти люди станут вашими клиентами или партнерами. Теперь следующая вещь очень важная. Для того, чтобы вот это вот все сделать, вам будут нужны какие-то определенные инструменты, с помощью которых вы будете создавать контент для вашего блога. Позвольте вас спросить, какие книги в советские времена такие были красивые, классные издания, они были самые дорогие, их было достаточно трудно достать. Вот напишите мне, пожалуйста, какие. Вот люди пишут «Жизнь замечательных людей», «Классика», «Энциклопедия». Совершенно верно. И «Энциклопедия» – это не та книга, которую вы садились и читали от корки до корки. Вы «Энциклопедию» к ней обращались, к «Энциклопедии», когда вам нужно было что-то узнать, что-то сделать, тогда вы обращались к «Энциклопедии». И где же вам взять такую «Энциклопедию», да, вот эти вот самые инструменты, чтобы создавать нужные вещи для вашего контента. У меня для вас есть сюрприз и подарок. Сегодня вы получите письмо, в котором у вас будет несколько роликов об этих инструментах и код подарочного купона. Заинтриговала? Поставьте троечки. Заинтриговала я вас или нет? Что же это такое? Что же это за инструменты? Это курсы Евгения Попова. Наверное, многие из вас уже о нем слышали, и мы показывали вам несколько интервью о Евгении Попове, поэтому вы уже, наверное, должны понимать, что же это такое. Это ваше личное дело, приобретать или не приобретать, но если вы действительно намерены строить бизнес, мы вам советуем эти курсы приобрести и не отмахиваться от этого. Хочу вам привести свой собственный пример. Когда-то мне Андрей Гавришин все время говорил о Попове, я как-то не особенно обращала на это внимание, но в один прекрасный момент я поняла, что мне не хватает технических знаний. И Бог меня любит, поэтому как раз в этот момент, когда я это для себя решила, и помните, сделала выбор, Евгений Попов обновил свой курс «Технические моменты», и я его купила. Вы знаете, этот курс изменил мою жизнь. Я очень многое уже изучила, но из его курса но далеко не все. Вы помните, что это энциклопедия? Я просто вышла на другой уровень жизни и на другой уровень мироощущения. И благодаря этим курсам была создана наша Академия и много разных вещей, которые мы делаем для вас. Благодаря этим курсам мы меняем жизнь тысяч людей к лучшему. И вы знаете, многие курсанты мне писали, ну, например, «Вы помогли мне поверить в себя, вы изменили мою жизнь, я сейчас многое могу, о чем не подозревал». И некоторые призеры наших конкурсов мне писали, «Я первый раз в жизни победила или победила». И одна написала, мои дети сказали, «Мама, мы тобой гордимся». Ну и много других вещей. Это так трогательно. Я и весь наш небольшой коллектив, мы счастливы, что мы принесли радость жизни этих людей. И, конечно, немалую роль, что мы смогли это сделать, здесь сыграло то, чему мы научились по курсам Евгения Попова. Но прежде, чем я расскажу вам, чем эти курсы изменили мою жизнь и чем они могут изменить вашу жизнь, я хочу вам показать еще один отрывок из интервью с Евгением Поповым, в котором мы как бы подтвердим его советы, как нужно выстроить ваш бренд и ваш бизнес, чтобы, скажем так, закрепить то, что я вам перед этим рассказала об интеллект-картах. И вот я еще хотела спросить Евгения, вот что вы посоветуете тем, кто вот начинает сейчас, да, вот планирует выпускать инфопродукт, скажем так, на подствие профессионала? Что главное? Ну, здесь я выделю несколько моментов. Первое – это не стараться выпустить продукт, когда у вас еще ничего нет, то есть не ставить телегу вперед лошади. Это ошибка большинства, они выпускают продукт, когда у них нет ни сайта, ни базы, ни каких-то знаний по раскрутке, по маркетингу, ничего нету. То есть у них, вот им сказали там, если вы чем-то владеете, вот создайте продукты, продавайте, и они бегут, создают продукты, хотят, а потом говорят, а кому нам его продавать-то? То есть вот эту стратегическую ошибку нужно не допустить. Нужно сначала сделать фундамент, собрать аудиторию, дать этой аудитории что-то бесплатно, а только потом что-то ждать от нее взамен. То есть это вот такой первый момент был. Второй момент – это нужно концентрироваться не на потенциальном заработке от продукта, то есть не думать там, блин, вот я сейчас создам продукт, столько на нем заработаю, ух, нужно сконцентрироваться на той пользе, которую он принесет людям. То есть вложить в него все, чтобы человек получил реальный результат. Если это будет, то это приведет к успеху, это и пойдет сарафанное радио, это и пойдут хорошие отзывы, и, соответственно, приведет к большим продажам. А если человек делает продукт с намерением хорошенько заработать и ничего толком не отдать, то это быстро скрывается, и такой бизнес обычно быстро пухнет. третий момент – это не экономить на дизайне. Это на самом деле очень распространенная ошибка, потому что я заметил, и я и сам, кстати, так начинал, люди пытаются сделать дизайн своих продуктов самостоятельно и не понимают, что на самом деле дизайн очень много, очень сильно влияет на продажи на итоговые. И если подумать, то отдать 5-10 тысяч хорошему дизайнеру за классный дизайн – это очень хорошая инвестиция, потому что продукт с хорошим дизайном будет продаваться намного лучше. Это я могу сказать по своему опыту, это доказано. И вот я бы советовал всем, кто делает свой инфопродукт, не допускать вот этой ошибки. Сразу заказать дизайн у профессионального дизайнера. Это сразу поднимет в глазах потенциальных клиентов качество этого продукта, потому что было доказано, что, допустим, если в самолете стюардесса идет между рядами, есть же проход, она идет, и у нее, допустим, на белоснежной рубашке капля от кетчупа. И было доказано, что люди связывают вот эту каплю от кетчупа, то есть то, что неаккуратность стюардесса значит у самолетов, в котором они летят, плохие двигатели. Так же и здесь. Если человек видит коробку с таким кустарным дизайном, самопальным, так скажем, то он будет сразу переносить это на содержимое. Он подумает, ну если тут на дизайне сэкономили, что уж там говорить про содержимое. Да-да-да, мы с этим там сэкономились тоже. Даже в этом, с этим в маркетинге тоже самое. Да, поэтому я бы вот этот совет как бы очень на высокое место поставил, чтобы не экономили на дизайне и сразу делали его как положено, потому что это переносит все восприятие человека, потому что по сути покупает человек картинку, он покупает вот эту эмоцию, которую передает ему не только рекламный текст, но и обложка. Хорошее интервью. Это только маленький отрывок, часть его уникальных советов. А вы хотите интервью полностью? Поставьте, пожалуйста, пятерочки, кто хочет. Вот тем, кто придет к нам на второй семестр, на курс «Магический плеер», мы там вам дарим это интервью полностью. Это час интервью, бесценные советы, совершенно эксклюзивные вещи вы получите от человека, который построил огромный бизнес. И я вам советую отнестись к этому очень серьезно, потому что у Евгения Попова 400 тысяч подписчиков, 80 тысяч человек каждый день посещают его сайты. У него порядка 40 тысяч клиентов. У него достаточно низкие цены. И он говорит в этом интервью, что это сделано для того, чтобы просто любой смог это купить. А теперь я вам хочу показать еще один ролик перед тем, как я вам расскажу, что вы получите от этого. Но хочу поделиться с вами, как курсы Евгения Попова изменили нашу жизнь. Причтем учтите, этот видеоролик был записан год назад. Это мы сделали отзыв по курсам Евгения Попова. И Евгений поставил это на своем блоге, на своем журнале. Наш отзыв. Может быть, кто-то из вас это там видел. И очень много изменилось после этого. После того, как вы посмотрите ролик, я вам скажу. Привет, с вами на связи Людмила Королева и Андрей Гавришин. Позвольте нам поделиться с вами, как курсы Евгения Попова изменили нашу жизнь. Мы давно занимались бизнесом и в 2011 году начали пробовать продвигать свой бизнес через интернет. И у нас неплохо получалось. Когда мы делали странички для нашего бизнеса, меня всегда поражало, как лихо Андрей разбирается в языке HTML. И еще он делал файлы со страшным названием CSS. И я тоже совершенно самостоятельно делала сайты. У меня уже была парочка вполне приличных сайтов. Но эти два страшных слова меня пугали. Когда-то ко мне в руки попал курс «Все технические моменты онлайн-бизнеса в видеоформате». Еще первое издание курса Евгения Попова. Я просто запойм изучал урок за уроком. В результате создал свой первый сайт. Конечно, он был далек от идеала. Хотя тогда мне так и не казалось. Затем мои друзья стали просить меня сделать сайты и им. Я начал делать и у меня стало получаться. И тогда я начал брать за эти деньги. Я купил затраты на курс во много-много раз. Но это все мелочи по сравнению с тем, что этот курс научил меня разбираться во многих технических моментах. Благодаря чему я и начал зарабатывать онлайн. Я еще раньше спрашивала у Андрея, где он научился всем этим премудростям. И он мне много раз говорил, что есть такой парень Евгений Попов и у него классные курсы. Но я как-то не очень брала это в голову. В начале декабря 2011-го Андрей сказал мне, «У тебя огромный опыт в бизнесе, но тебе не хватает технических знаний». И наконец-то я осознала, что пришла пора учиться этому. И тут, как по волшебству, через несколько дней Евгений выпускает свой обновленный курс «Все технические моменты онлайн-бизнеса в видеоформате». Мы, конечно же, его купили. Я была потрясена этим курсом. Во-первых, меня удивила такая низкая цена при таком огромном объеме ценной информации. Во-вторых, этот курс настоящая энциклопедия. Здесь есть все, чтобы создать успешный бизнес в интернете. В-третьих, сами уроки так классно сделаны и так просто излагаются, что любой, даже совсем новичок, может повторить все шаги за Евгением и создать свой инфопродукт. А мы давно уже подумывали поменять сферу деятельности и уйти в инфобизнес. Мы мечтали и планировали создать обучающую онлайн-систему. Когда я посмотрела курсы Евгения, я поняла, что теперь это возможно будет сделать. И мне пришла в голову идея создать академию и запустить курс технология построения доходов в сети интернет. Мы по курсу Евгения создали сайт Академии, а благодаря его курсу по Камтазии мы записали 135 видеоуроков. И представьте, мы сделали это всего за полтора месяца. Мы запустили первый набор курса уже в конце января. Первый семестр курса мы сделали бесплатно и зарабатывали поначалу только на партнерке Евгения. Его курсы очень подходят по теме нашего курса. Кроме нас двоих у нас на курсе есть еще четыре модератора. Здесь вы видите скриншоты нашей команды в партнерке Евгения. За год мы продали около тысячи его курсов и заработали более 600 тысяч рублей. К третьему набору курса мы выпустили свой первый инфопродукт благодаря сразу нескольким модулям курса Евгения. Во-первых, создали каталог продуктов по модулям курса по HTML и CSS. Во-вторых, сделали рекламное видео. Это его модуль по Камтазии. Правда, тут есть и наши собственные наработки по анимации. Сейчас мы готовим курс по анимационному видео. В-третьих, мы сделали партнерскую программу опять по курсу Евгения и у нас уже более 800 партнеров в нашей партнерке. Какие продукты мы выпустили? Первый продукт это шапки для блога. Мы сделали каталог с рекламным видео и образцами шапок для блога. А это наши шапки по индивидуальным заказам. И представьте себе, мы научились творить такую красоту с нуля по курсу Евгения и по курсу его супруги Зинаиды по фотошопу просто повторяя их шаги. Второй продукт мы выпустили электронные книги опять по курсу Евгения. Эти книги наши курсанты дарят своим подписчикам. И снова, по совету Евгения мы в эти книги наших заказчиков на каждой странице ставим ссылки на их блоги и их реферальные ссылки на рекламу нашего курса. Также, по совету Евгения мы включили в эти книги и видео о нашем курсе. Таким образом, наши курсанты убивают сразу несколько зайцев. Они делают подарки своим подписчикам раскручивают свой блог этими книгами и зарабатывают на нашей партнерке. И опять мы учимся у Евгения. Мы, как и он, даем очень много ценного и бесплатного материала. Поэтому потом нам не надо навязывать что-то купить нашим клиентам. Они просто покупают наши продукты сами. А еще, по курсам Евгения мы научились делать различные сайты-воронки. В первую очередь, традиционные. С видео, формами подписки, описанием продукта и отзывами благодарных клиентов. Каждому празднику мы запускаем поздравительные сайты-воронки для сбора базы подписчиков. И вот наше последнее новогоднее поздравление. Здесь и классный ролик, и астрологический прогноз, и советы, в чем встречать Новый год и что подавать в столу. И, конечно, форма подписки для сбора новой базы подписчиков и переход на страницы о нашем курсе. А теперь давайте подведем итог, как курсы Евгения Попова изменили нашу жизнь. Первое. Мы изменили род своей деятельности. А что самое главное, мы получаем кайф от самого процесса. Мы помогаем людям, со всем новичкам в бизнесе и в интернете создавать свой бренд и наладить свой бизнес через интернет. Мы получаем от них море позитива и благодарностей. Они сами поражаются количеством побед, которые они одержали всего за 6 недель курса. Мы меняем жизнь людей. И, конечно, мы очень довольны финансовыми результатами. Смотрите сами. На сегодня мы продали уже около тысячи наших продуктов. И хотя наши продукты совсем недорогие, от 15 до 30 долларов, за 6 месяцев объем продаж составил более 600 тысяч рублей. Мы выплатили нашим партнерам более 120 тысяч рублей комиссионных. Мы всей нашей командой модераторов заработали за год на продаже курсов Евгения более 600 тысяч рублей. У нас есть все курсы Евгения. Некоторые мы купили, а остальные получили от него в подарок за высокие продажи его курсов. Вот мы и заработали в новом бизнесе свой первый миллион. Спасибо, Евгений. Вы изменили нашу жизнь, а мы по эстафете, обучаясь у вас, меняем жизни других людей. И напоследок позвольте дать вам совет. Если вы хотите получить такие же результаты, как у нас и даже лучше, если вы хотите вырастить реальное денежное дерево с сильными корнями и пышной кроной, используйте курсы Евгения по полной программе, как это делаем мы, и успех вам обеспечить. Здорово! Впечатляет! Вот те цифры, которые я здесь называю, так как это было где-то примерно 10 месяцев назад, то сейчас все эти цифры утроились, да, тех результатов, которые мы получили. Ну и, конечно же, мы получаем полный кайф от того, что мы делаем, да, от того, какие результаты мы получаем, и кайф от того, что у нас есть возможность изменить жизнь других людей. Давайте сейчас быстренько посмотрим, а что же вот эти вот курсы, вот эти инструменты могут изменить в вашей жизни, ну, конечно же, при условии, если вы сделали выбор и действительно хотите изменить качество вашей жизни. Итак, давайте посмотрим. Первый курс, который мы вам предлагаем, у него там есть три коллекции, серебряная, золотая и платиновая коллекция, мы вам предлагаем купить золотую коллекцию, да, потому что она не такая дорогая и при этом включает все, что вам понадобится. Вот эти вот первые шесть синеньких цифр, шесть модулей по построению сайта. Я не знаю, будете ли вы сейчас строить сайты или, может быть, вы потом будете строить сайты, но вот эта вещь, которая включает в себя все технические советы, причем уроки очень простые. Вот эта энциклопедия, его, она включает 335 уроков в 50 часов, да, и чему вы можете научиться в первых шести, да, может быть, если вам сейчас это, скажем так, не очень надо, но в будущем понадобится. Ну, во-первых, писать страницы в языке HTML, потом следующая вещь, которая, может быть, вам понадобится оформлять, делать интересные всякие эффекты дизайна с помощью CSS, потом у него здесь и есть уроки, как сделать сайт с нуля, как выбирать домены хостинг, как делать мини-сайты и страницы подписки, да, чтобы собирать подписчиков. Вот это все, что есть в этих первых шести модулях. Теперь, когда вот мы запустили свои собственные инфопродукты и нам понадобился интернет-магазин, чтобы принимать оплаты и сделать партнерскую программу, чтобы выплачивать вам комиссионные. Вот это как раз седьмой модуль прием оплаты и партнерка. Вот все, мы купили тот сервис, который рекомендовал Евгений Попов. Все, все, все от начала до конца мы сделали с помощью этого. Сейчас, прямо сейчас, да, вот девятый модуль, вы начнете работать со смарт-респондером. Это служба почтовых рассылок. И в этой службе почтовых рассылок есть очень много всяких хитростей. И вот он тут дает какие-то свои наработки. Следующие вещи, которые вам нужны, будут прямо сейчас. Вы знаете, сейчас очень популярно видео, да, и вот если вы выпустите свой инфопродукт, то вы сможете вот восьмой пунктик сделать видеопродажник, да, как он делается, он вам здесь рассказывается. Потом вам нужно будет, конечно, дарить подарки своим подписчикам. И сейчас вы используете наши электронные книги, но здесь есть урок, как делать вам электронные книги. Плюс еще в одиннадцатом модуле, как работать в фотошопе. Вот поверьте мне, я до того, как купила курсы Евгения Попова, сейчас у меня есть все его курсы, какие-то я покупала, какие-то он мне давал в подарок за высокие продажи его курсов. И до Евгения Попова в фотошопе я умела делать, скажем так, увеличивать, уменьшать картинки. А сегодня я там делаю такие коллажи и настолько изменяю изображение, но делаю вообще очень сложные и серьезные вещи. Хотя дизайном я занималась с детства, рисованием я занималась с детства, но вот именно всем вот этим тонкостям я научилась Евгения Попова. Следующий модуль, двенадцатый, вам понадобится записывать видео и редактировать их. И вот у вас идут уроки в программе Камтазия. Там вот тоже по урокам Евгения Попова мы научились работать в Камтазии. Следующий модуль, тринадцатый, как работать с аудио и видео. Вот это, скажем, основной продукт. К нему вам он дает в золотой коллекции добавку. Как работать в форум, с форумом, как поставить службу поддержки. Вот мы тоже службу поддержки именно здесь учились. Онлайн поддержку. Вот наши модераторы вам помогают в онлайн. Как делать вебинары. Вот это, правда, я умела делать раньше. И мини-менеджер. Кроме этого, вы получаете здесь PHP-дизайнер, один гигабайт графики для ваших сайтов, страницы подписки, по-моему, 200 экземпляров он шаблонов дает, мини-сайтов, электронные книги. И, кроме того, вы всегда можете воспользоваться службой поддержки Евгения Попова. Вот такая вот мощная вещь. Причем, сегодня вы от нас получаете это со скидкой в 30%. У нас есть совместная акция с Евгением Поповым. Специально для наших курсантов он дает скидку 30%, друзья. И если вот этот вот курс, которому цена, наверное, 1000 долларов, он продает за 100 долларов, то вот у нас в течение определенного времени это будет всего несколько дней. Даты у вас указаны в письме, которое вы сегодня получите. И вот в течение нескольких дней у вас будет скидка 30%, и вы можете сэкономить достаточно приличную сумму денег. Причем, если вы, скажем, делаете какие-то еще другие уроки и не дошли до этого урока, я советую вам все-таки сразу же сделать этот урок, приобрести эти вещи, потому что просто скидка закончится. Поэтому поторопитесь, пожалуйста. Следующий курс. Как создать информационный битселлер. Вот сейчас вы построите блог, соберете базу подписчиков, вы захотите создать какой-то инфопродукт. И вот здесь просто в мелочах от начала до конца, со всеми ссылками, со всеми нужными вещами, Евгений рассказывает, как привести в порядок, навести ревизию во всех знаниях, которые вы накопили, сложить их во что-то. Как составить план, какой инфопродукт вы будете делать, как выбрать микрофон, как выбрать принтер, каким службам обращаться, если вы хотите делать это на дисках. Короче, все, все от самого начала до конца. Это совершенно фантастическая энциклопедия. Советую вам выбрать самую большую коллекцию, потому что там есть очень много мелочей и очень много подарков. Вот поставьте пожалуйста троечки, кто хотел бы выпустить информационный продукт и чтобы он сразу же покупался, сделать его правильно, классно, чтобы он действительно пользовался популярностью. Ага, вижу, есть такие. Вот это как раз для вас. У вас будет в письме купон на скидку на курсы Евгения Попова и все эти купоны на скидку 30%. Учтите, они действуют только несколько дней, точные даты у вас указаны в письме, поэтому не пропустите этот момент купить вот такие его ценные вещи и благодаря им зарабатывать в интернете. Ребята, курсы Евгения Попова приносят деньги. Вы уже видели это из моего видео. И вы можете заработать и на его партнерке, и вы можете развить потрясающий бизнес. Итак, смотрите, что у нас получается. Вы получаете курсы со скидкой 30%, естественно, вы получаете нашу поддержку, потому что вы идете это делать по ссылкам наших модераторов, и вы получаете нашу бесплатную поддержку, когда у вас будут возникать вопросы по этим курсам, вы получаете возможность сделать то же самое, что сделали мы, судя по тому ролику, и я уверена, что вы даже можете сделать и больше. Как вам это нравится, оцените, пожалуйста, это по пятибалльной системе. Ага, вижу, все ставят пять баллов. Здорово, молодцы! Следующее домашнее задание. Во-первых, вам для того, чтобы ваш блог отличался, вот вы обращали внимание, в интернете перед названием блога идет такая маленькая иконочка. И вот мы научим вас делать эти логотипы. Это для вас Юля приготовила. Потом, когда вы будете дарить людям подарки, допустим, они будут тяжелые, там, какой-то видеоролик или тяжелая книга, вам надо научиться их архивировать, сжимать, чтобы можно было это пересылать, и загрузить это на файлообменник, и потом вы даете ссылочку на файлообменник. Еще вам Юля представить там, что такое ленты ваших разделов, ленты ваших рубрик, чтобы у вас было хорошее представление, как правильно технически вам выстраивать ваш блог. В 15-м домашнем задании мы с вами начнем создавать вашу первую рассылку на новости вашего блога. Будьте очень внимательны, потому что немножко меняет дизайн все время смарт-респондер, но в принципе ничего не меняется, вы делаете все то же самое, что рассказываю вам я, потому что было это раньше на нескольких страницах, те действия, которые мы делаем, сейчас это все на одной странице, еще стало очень удобно. Следующее домашнее задание, мы с вами будем создавать форму подписки, тоже в смарт-респондере, и так как у вас дизайн блога уже сделан, обратите внимание, как должна выглядеть форма. Вот у вас на блоге есть цвет нижнего колон-титула, он такой светленький, светленький, как самый светлый фон вашего блога. Вот такой же у вас должен быть фон вашей формы, чтобы она не выпирала пятном, а становилась единым организмом с вашим блогом. Вам нужно будет вот сюда выставить, где написано ваш имейл и ваше имя, тоже выставить какой-то цвет и цвет рамочки. Вы делаете его таким же цветом, как цвет у вас активной вкладки, главной активной вкладки. Следующая, третья вещь. Вы ставите кнопочку «Получить подарки» или что-то вы напишите на этой кнопке. Выбирайте, пожалуйста, всегда, независимо от дизайна вашего блога, самую яркую оранжевую кнопку, потому что статистикой установлено, что люди просто автоматически тыкают на эту кнопку. Поэтому независимо от дизайна всегда оранжевый цвет. Над формой подписки в этом же гаджете вы напишите «Получите в подарок книги», которые вы заказали для себя, и над формой подписки сверху поставите такую картинку, вы ее скачаете из партнерской программы, в которой написано, что вы подписчикам дарите подарки. Вот это у нас будет в 16-м домашнем задании. 17-е домашнее задание очень важное. Вы можете сейчас потихонечку начинать делать эти вещи, а потом делайте это постоянно. Каждый день включите книги, пишите комментарии на блогах. Для начала вы можете начать писать комментарии под всеми статьями на блогах наших модераторов, потому что когда вы пишете комментарии, это для вас бесплатная раскрутка в интернете. Потому что когда люди читают комментарии, если им понравился ваш комментарий, понравилось ваше фото или ваша фотография, они тыкают на ваше имя-фамилию, на вашу фотографию и попадают на ваш профиль и потом попадают на ваш блог и могут стать вашими читателями. Поэтому чем больше комментариев вы написали, тем больше есть вероятность, что люди попадут на ваш блог. Вы понимаете важность этого? И вот мы вам рассказываем, как правильно писать комментарии, для того, чтобы не прослыть ламером, что такой ламер вы уже знаете, и для того, чтобы вызывать интерес людей, чтобы они через ваш комментарий перешли на ваш блог. Кроме того, в конце семестра, когда мы все закончим, мы вам вышли стену блогов и стену каналов YouTube, всех наших наборов, и вы будете переписываться с ними, они будут писать вам, вы будете писать им. Вы представляете, какая это мощнейшая раскрутка? Ну, как вам это нравится? Отреагируйте как-то. Кому нравится, поставьте восклицательные знаки. Да, классно. Теперь следующая вещь. Последний урок на этой неделе – экспорт и импорт блога. Дело в том, что иногда случаются такие вещи, что по непонятной причине, может быть, вы что-то нарушили или что-то произошло, может робот заблокировать ваш блог, и потом с этим надо долго разбираться, или что-то глюкнуло, что-то произошло, и потерялась информация. И вот мы вас учим, как вам делать резервную копию блога, и как его в течение 15 минут восстанавливать, причем он восстанавливается полностью даже со всеми комментариями ваших читателей. Единственное, фотографии их не остается, а так полностью восстанавливается моментально. И мы советуем вам делать это после каждой новой статьи, которую вы поставили. Поставили статью, в течение буквально 30 секунд у вас занимает сделать резервную копию. Я вам советую, когда вы будете это делать, открыть еще один блог, в котором похожее название с вашим, но немножко измененное, или можете прямо написать «резерв». И когда вы это сделаете, просто потренируйтесь, как это делать, вот этот вот резервный блог удалите, не оставляйте его, просто потренируйтесь, как это нужно делать. Ну, а вот копию блога резервную делайте постоянно после каждой статьи. Правда, классная вещь, чтобы сохранить все ваши труды, вы потом сможете даже на другой сервис перенести ваш блог полностью со всеми комментариями. Да, я вижу, что вам это очень понравилось. Вот, в принципе, это практически все, что я вам хотела рассказать. То, что вам сейчас нужно сделать, да, вот вечером у вас будет письмо, ждите это письмо с 13-м заданием. Сделайте заказ обязательно, потому что вы экономите почти 4,5 тысячи рублей, да, если вы купите все курсы на 32, ну, на 30, грубо я умножаю, вы представляете, сколько денег осталось в вашем бюджете. Кроме того, вы получаете совершенно потрясающие инструменты для создания фантастического бизнеса в интернете. И вот эти курсы – это залог вашего будущего успеха. И все, что вы будете делать на этой неделе, советуйтесь с модераторами в оперативном чате, советуйтесь со своим модератором, правильно сделайте заказы курса, не упустите 30%. Вы знаете, что это происходит редко. Плодотворной вам недели. А я с вами прощаюсь. С вами была Людмила Королева. До встречи в следующее воскресенье.